Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать во внечередной выпуск, который я обычно снимаю, если происходит что-то экстраординарное. Как, например, падение биткоина с 11 тысяч долларов до 10 с половиной тысяч за несколько минут. Почему это произошло и что будет дальше? Сегодня я вам это расскажу. Ну а прежде чем мы начнем, я попрошу вас поставить лайк, ведь это билет на проезд в этом автобусе. Давайте наберем хотя бы 3000 лайков, и этот автобус точно сдвинется с места. Большое спасибо за оплату проезда. CFTC это комиссия по торговле товарными фьючерсами, центральный орган государственного управления Соединенных Штатов, который осуществляет контроль исполнения закона в о товарных биржах. А это их официальный сайт, на котором я нашел следующее. К сожалению, русского варианта нет, поэтому перевожу на ходу, что есть достаточно сложный процесс. Но все ради вас и ради лайков. CFTC обвиняет владельцев BitMEX в незаконном использовании платформы для торговли деривативами криптовалют, а также в нарушениях, связанных с отмыванием денег с помощью этой криптоплощадки, а также в том, что они обслуживают незарегистрированную торговую платформу. Вашингтон, округ Колумбия. Сегодня комиссия по торговле товарными фьючерсами объявила о подаче иска в окружной суд США с обвинением 5 юридических и 3 физических лиц, владельцев криптовалютной биржи BitMEX. Под удар, кроме BitMEX, попал целый лабиринт из компаний, с помощью которых владельцы управляли BitMEX. Вот этот список компаний. Всех их обвиняют в том, что по крайней мере с ноября 2014 года и по настоящее время, по указанию владельцев, BitMEX незаконно предлагал товарные фьючерсы, опционы, кредиты на криптовалюты, включая биткоин, эфириум и лайткоин, и позволял трейдерам использовать кредитное плечо до X100. Здесь очень важно, что, скорее всего, и BitMEX последует вслед за теми биржами, которые потребуют от своих клиентов раскрытия личности через прохождение процедуры «знай своего клиента». Ведь виски BitMEX обвиняют также в том, что криптобиржа нарушает правила из-за невыполнения процедуры «знай своего клиента», правила информирования клиентов и процедуры по борьбе с отмыванием денег. Учитывая, что BitMEX позиционирует себя как крупнейшую в мире платформу криптовалют с объемом торгов в миллиарды долларов, и то, что большая часть этого объема приходит от клиентов из США, это событие носит крайне тревожный характер. На самом деле, полный документ обвинения насчитывает 40 страниц, но главный момент я вам озвучил. Вот почему биткоин сегодня упал на 500 долларов за несколько минут. Но чего же добивается американский регулятор? Неужели он хочет дампить крипторынок? Нет, он хочет пересечь противоправные действия, а также согласовывать их в правовом соответствии с законом. Максимальное наказание для главы BitMEX и соучредителей до 5 лет лишения свободы. Юрист Стивен Пелли также отмечает, что число допущенных ими нарушений измеряется тысячами, поэтому вариант с тюрьмой явно не исключен. В дело даже вмешались ребята из ФБР, которые уточнили, что четверо ответчиков через платформу для торговли криптовалютами под названием BitMEX сознательно нарушили закон о банковской тайне, уклоняясь от требований США в контексте противодействия отмыванию денег. Ребята, происходит тотальный замес вокруг одной из самых крупных бирж. Рынок криптовалют отреагировал резко и безапелляционно. Кое-кто даже говорит, что он будет падать до 8-9 тысяч долларов за биткоин. Но не спешите паниковать. Главный вопрос, что делать сейчас? Ни в коем случае не паникуйте. Что будет дальше? Это второй главный вопрос. Что ж, я уверен, эффект на крипторынок от этого происшествия будет краткосрочным. В долгосрочной же перспективе это негативное событие даже не будет заметным. Почему я так думаю? Да потому что даже сама комиссия осознанно или нет подтвердила это на своем официальном сайте. Председатель комиссии Хит Тарберт говорит, цифровые активы открывают большие перспективы для наших рынков деривативов и для нашей экономики. Большие перспективы для нашей экономики, говорит. Для того, чтобы Соединенные Штаты стали мировым лидером в этой сфере, необходимо искоренить подобную незаконность. Он прямым текстом утверждает, что Штаты хотят стать лидером в криптовалютной сфере. Новые и инновационные финансовые продукты могут процветать только при таких условиях. Мы не можем позволить злоумышленникам, нарушающим закон, получить преимущество перед биржами, которые поступают правильно, соблюдая наши правила. Как вы теперь понимаете, у них нет задачи навредить крипторынку. Более того, они говорят о том, что криптовалюты это будущее финансового мира и цифровой экономики. И даже прямым текстом говорят о том, что США хотят стать мировым лидером в этой сфере. А значит, происшествие с BitMEX это только шаг на пути к этому цифровому будущему. И если рассуждать так, как это комиссия, в принципе, это даже позитивное событие. Кстати говоря, меня до сих пор удивляет, что существуют люди, которые скептически относятся к криптовалюте. Ведь даже комиссия по торговле товарными фьючерсами США, официальный регуляторный орган, говорит, что криптовалюты это будущее цифровой экономики. О чем тут еще можно спорить? Так что, ребята, не падайте духом, а я лишь рад купить на 500 долларов дешевле и куплю еще, если курс продолжит падение после этой новости. На этом позвольте откланяться. Меня зовут Богатейши Ди. И, кстати, не забудь поставить лайк. Лайк это типа билет на этот автобус. Большое спасибо за твою поддержку и твой просмотр. Для меня это действительно очень важно. Зарабатывайте. И до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok